Друзья, всем привет! Сегодня коснемся теории Следующие видео тоже пойдут в основном по теории потому что те, кто следят за каналом знают, что я пока что временно не работаю Создал я опрос на днях и из опроса понял, что людям вопросов на самом деле много но такой самый актуальный это с чего начать потому что те, кто работают, понятно, что знают хотя бы, что им нужно но те люди, которые хотят вникать малярку, по крайней мере, интересуются им интересно, с чего начать, какое помещение какое оборудование что стоит покупать, стоит взять один раз дорогое или сэкономить для начала взять дешевое, вот этого мы и коснемся в ближайших видео сегодня рассмотрим помещение, освещение и вентиляцию хотя бы минимальную, какую нужно делать для удобства работы а дальше уже будем касаться конкретно оборудования и начинки помещения так вот, исходя из того опыта, который у меня есть поработал в разных странах, городах в разных камерах, гаражах сам работал в гараже, вы знаете более или менее объективным местом для покраски по размеру является 5х4 но высотой уже как там у кого получится в идеале там 2,5-3 для того, чтобы бусики небольшие заходили и так далее и для создания нормальной вентиляции потока воздуха но опять же, это у кого как работать в помещении меньше чем 4х3 просто некомфортно потому что, когда автомобиль стоит в центре покрасочного места и мы ему открываем двери и если мы вокруг не можем пройти со шлангом и пистолетом это неудобно для работы помещение реально вы красить будете мучаясь над собой поэтому 5х4 можно работать если у кого-то есть возможность конечно идеально сделать камеру отдельно чтобы мы там только красили и больше ничего не делали но допустим, как у многих на примере валанчика Малярикса у него один гараж честно, не знаю какие у него размеры но он там и готовит, и красит, и варит, и тянет чем это неудобно? тем, что после подготовительных работ перед покраской надо все максимально вынести выдуть, вымести, намочить водой закатить обратно и только потом красить это конечно очень неудобно поэтому есть возможность сделать и 2-3 помещения одно для рихтовки, одно для подготовки, одно для покраски но это уже не назовешь бюджетным вариантом по освещению я здесь, то есть это возьмем стенка одна отсюда у нас машина заезжает по освещению верхние лампы должны быть обязательные причем если вы максимально заполните всю длину вдоль потолка это будет хорошо это обязательно, то есть без этого вы просто не сможете нормально красить далее, по поводу нижних ламп опять же, если есть возможность ставить есть камеры, у которых лампы горизонтально расположены я работал в таких но есть камеры, у которых лампы расположены вертикально расстояние, я промерял, у них 1 метр вот здесь вот между собой и вот скажу, на своем опыте мне вот такое вот расположение ламп гораздо удобнее для работы удобнее ловить блик мы, если что, просто сдвинулись головой левее-правее и ту лампу, которая у нас отражается поймали на автомобиле в том месте, где нам нужно горизонтальную лампу нам нужно не просто вот так переместиться а еще вот так вот лазить вверх вниз это очень неудобно поэтому вертикальное расположение мне, допустим, удобнее по поводу самих ламп раньше все камеры были начинены просто и у меня, как эти, лампы, которые дневного света они, ну, мне, допустим, глаза напряжены у меня аллергия, у меня глаза сразу краснеют в камере сейчас не так уж это и дорого но зато экономично по расходу это светодиодные лампы то есть в эти же корпуса вставляем сразу готовые лампы во-первых, экономия по свету по сжиранию света, потому что в камере в камере 64 лампы при вот такой вот установке 64 лампы метровых обычного накаливания они там по 30 Вт, посчитайте сами потребление и то ли дело, лампа, которая потребляет 9 Вт светодиодная, одна, может даже и меньше короче, существенная разница в энергопотреблении и для глаз светодиодные лампы более приятная для работы то есть в камере работаешь, реально не устаешь это по поводу освещения но опять же, чем больше освещения тем качественнее вы сможете красить если у вас один фонарик с телефоном красите вы нормально ничего не покрасите у вас будут вечные проблемы с шагренью вечные проблемы с непрокрасом теперь далее по поводу воздуха это такой самый как по мне самый напряженный вопрос который можно донести потому что кто-то красит просто в гараже и говорит у меня зато нету мусора но он ходит в тумане он ни черта не видит ни черта не дышит здоровье свое убивает кто-то же как-то старается искать варианты подачи воздуха чистого воздуха хотя бы подачи мы сейчас не говорим об отводе воздуха потому что отвод воздуха это дополнительно напряг по вентиляции потому что должны быть взрывозащищенные вентиляторы это по-своему дорого проще, чтобы воздух выходил просто в приоткрытую воротину у нас тут отворота и воздух сюда лишний то есть воздух лишний через щели уйдет а вот взять чистый воздух это отдельный вопрос поэтому в камерах и делается избыточное давление то есть в камеру воздух нагнетается не высасывается если мы будем высасывать воздух из камеры у нас чистый воздух будет поступать не под предположительному фильтру который где-то стоит а со всех возможных щелей отсюда у нас и мусор поэтому в камеру просто нагнетаем воздух это самый простой способ воздух, который нагнетаем очищаем фильтрами это тоже кому как уже будет возможно ставим фильтры у меня стояли допустим предфильтра перед улитками в камере с грузовика МАЗовский или КАМАЗовский два штуки здоровых они первоначально очищали потом заходила уже в камеру в камере еще стояла кассета внутри, которая фильтровала выходящий уже в форсунке воздух у меня в моем гараже была небольшая вентиляция сейчас не помню по количеству кубов но если есть возможность конечно чем больше сделать и воздуха тем лучше но его нужно правильно отфильтровать а зимой нагреть это тоже немаловажно ну допустим посчитаем площадь помещения 5х4 20х к примеру на высоту 3х 3х2 6х60 кубов то есть 60 кубов это у нас в помещении есть да и чтобы более или менее выходил воздух ну менялся воздух то есть мы натуманили натуманили и нам нужно этот воздух выгнать ну хотя бы чтобы за минуту вот этот объем полностью поступал то есть чтобы за минуту полностью менялся ну хотя бы 100 кубов и минуты посчитайте 100 кубов в минуту минуту на 60 это 6000 кубов в час то есть найдите вот такой вот вентилятор который будет чуть даже больше выдавать это не сложно вентилятор это вполне нормально то есть 6000 кубов в час взяли поставили чтобы он у вас менял воздух в камере тогда вы открасились если да туман будет это никуда не денешься открасились пока доливаем краску идешь межслойка вот этот объем весь поменялся причем это спокойный нормальный поток воздуха который можно зимой подогреть причем без проблем подогреть подогревать способов тоже разных много у меня отопление было от центрального отопления в доме то есть я грел радиаторами мне этого хватало за глаза но у меня в гараже в покрасочной части стояла на всю стенку радиатор тот который ну когда мы не задуваем теплый воздух в самой камере просто тепло потому что там радиаторы по поводу воздухообмена подогрев я делал короб принудительный через который заходил очищенный уже воздух нагревался и шел по каналу потом еще раз очищался и уже поступал в форсунки тем же самым путем если хотите делать более менее уже подпрофессионально выводить свой уровень очистки воздуха и подачи то делается потолочный фильтр как бы так нарисовать я сейчас нарисую грубо потолок да там вид сверху смотрим и на всю площадь потолка с разрывом в 2 метра делаются такие открывающиеся решетки в которые вкладываются потолочные фильтры они дофильтровывают уже мелко дофильтровывают воздух и распределяют равномерно поток воздуха по всей площади камеры и когда у нас сверху опускается очищенный воздух куда там он уже выходит это как вы сделаете он вообще идеально выходит в короб в пол а потом там его высасывает дополнительно улитки ну либо высасывает либо просто входит в отверстие в полу тогда идеально у вас весь поток то есть вы когда красите элемент у вас воздух равномерно сдувает то есть вы в принципе красите даже без маски и на вас ничего не попадает это правильное распределение воздуха но подогреть такой объем воздуха чтобы через фильтр так продавливало уже сложнее там ставятся газовые пушки которые не прямого действия причем пушки либо на солярах как это раньше было соляра очень дорого не актуально получается уже просчитывали реально очень дорого то есть подогрев воздуха зимой это основная проблема то что допустим я для себя думаю если буду заново строиться я буду делать просто два или три вентилятора которые задавали чтобы зимой можно было один из них отключать и просто зимой заходил меньший поток воздуха но делать уже буду вот такой стиль то есть фильтрный потолок на весь потолок лампы в таком виде но у меня в планах камера 7 на 5 чтобы можно было загнать машину открыть дверь а здесь еще поставить отдельно бампер на вертолет здесь бампер на вертолет а здесь где нибудь сбоку при размере 5 капот снять повесить его на вертолет то есть чтобы за один заход можно было покрасить весь автомобиль ну разве что двери не снимать с него вот такие вот у меня задумки по объему воздуха рассмотрели чем больше конечно воздуха тем лучше по поводу сколько в каких камерах дается воздух это такой вопрос где-то и 70 тысяч кубов в час заходит но его подогреть опять же это все сложности и очистить само собой потому что бешеный поток воздуха хорошо очистить это напряжно далее по поводу двери дверь в камеру отдельно в принципе обязательно опять же если вы строите помещение потому что открывать постоянно воротину чтобы зайти или выйти тем более когда у вас то место где вы мешаете краску и лак находится вне камеры а это правильно чтобы вы размешивали краску и лак вне камеры то у вас должна быть дверь или тут ну или на корняк в самой воротине открывающейся чтобы вы выходили через маленькую калитку камера работает вы дверь открыли у вас вместе с вами выходит воздух из камеры в камеру ничего не заходит по поводу воздуха сразу коснусь как бы к камере подающегося воздуха в самой камере ну это все так делают я сейчас не буду вникать почему именно так фильтра очищающий воздух то есть компрессор у нас стоит где-то с ресивером не важно где идет магистраль заходит в камеру и в камере стоят стаканы очищающие воздух они в камере стоят у всех также тут стоят манометры регулирующие и уже потом пошел шланг делать разводку шланга налево направо на потолке еще где-то не имеет смысла реально одного шланга на всю камеру достаточно то есть так чтобы шланг у вас вдоль стены вдоль еще одной стены то есть по половине периметра полностью ложился это вам будет более чем достаточно а перетыкающимся его делать бесполезно я у себя так делал я этим просто-напросто не пользовался поэтому это глупая затея чистки воздуха какой воздух и все остальное это мы будем касаться дальше инструмент и так далее также по поводу самого гаража стоит ли утеплять чем отделать стены и так далее стены отделывать по-любому надо потому что когда это голый кирпич у вас просто кучи кучи пыли застроит и вы его так постоянно чистить не будете стены должны быть отделаны тем материалом который можно обрабатывать липкой фигней для камеры как ее там называют только как только не называют короче это обработка для стен камеры она сама по себе липкая такой чтобы у вас на стену это можно было нанести и оно не впитывалось то есть это либо пластик либо это сэндвич панели крашеный металл обработанные не знаю там водоэмульсионки какие-то стены плитка на стену то есть что-то в этом духе чтобы вы потом это могли смыть а то что из чего у вас сделана сама стена не смылась вместе с этой вот фигней утеплять не утеплять зависит от того какое у вас помещение если оно одиночно стоящее конечно лучше утеплять но утеплять внутри так чтобы там пенопластик еще что-то вы все равно поверьте рано или поздно чем-то ткнете в стену и это что-то проткнет ваш пенопласт и все остальное поэтому в идеале это либо плитка либо идеально штукатурены выкрашены стены чтобы их нужно было обрабатывать либо металлические листы когда вы спокойно там открыли дверь там уперлась ничего страшного то есть вы ни дверь особо не повредили ни стену себе не пролонили а по поводу компрессора все вот эти вот работающие элементы такие как вытяжка приток компрессор в идеале выносить за пределы самой покрасочной камеры объясню почему мои компрессора у меня стояли в камере хотя и возможность вынести была но как-то уже потом то лень то некогда и компрессора постоянно насасывают в себя вот эту пыль потому что компрессор у нас кроме того что он сосет воздух который вам потом отдает он еще через себя прогоняет просто воздух в помещении охлаждая себя и очень очень часто приходилось менять сами фильтра для очистки воздуха и сам компрессор мыть очищать отдалбливать вот такие коржи краски поэтому есть возможность выносите компрессор за помещение улитки то понятно из-за помещения берут воздух но вот компрессор в покрасочной стоять не должен да пока вроде бы и все то есть по помещению свет чем больше чем лучше сам размер камеры ну больше чем 5 на 7 для одиночных покрасок делать тоже не имеет смысла потому что чем больше помещение тем сложнее его греть зимой тем дороже его очищать в плане замены фильтров и тем дороже его мыть в плане расхода на стен всех тех дел поэтому тоже сильно уж размахиваться если у вас огромное помещение лучше разделите его напополам сделайте камеру подготовку отдельно но не размахивайтесь на такие загоны что типа там две-три машины за один раз красить это редкий бред и даже при условии потока работы в потоке ну нет такой загрузки чтобы две машины за один раз красить то есть лучше продумать о том чтобы у вас была возможность делать сушку когда вы открасились чтобы быстрее высушить и выгнать машину загнать следующую нежели просто делать огромные размахи по помещению также по поводу сушки забыл сказать самый бюджетный простой способ разогнать помещение до там хотя бы 50-60 градусов это газовая пушка когда вы открасились помещение очистился пылеокрасочной заносите туда газовую пушку где-нибудь баллон ставите за пределами камеры включаете и она сама по себе гоняет ну она продувает воздух гоняет его по камере и разогревает пушку конечно по мощности уже там подбирайте сами в зависимости от площади но это самый бюджетный способ то есть очистили вы занесли и пусть она себе будет греет это будет быстро просто и дешево на этом пока что все далее оборудование инструменты материалы что о чем куда буду максимально рассказывать пока у меня есть время бездельничание что стоит покупать на что не стоит тратить деньги и так далее в общем поделюсь все что я знаю всем спасибо за внимание удачи пока